Дорогие друзья, всем большой привет! Я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. И сегодня у нас с вами обзор косметики Герцина, которая производится в России. И совсем недавно она стала официально продаваться в компании Mon Plaisir. Дорогие друзья, это в Петербурге. Все ссылочки будут внизу. А сегодня у нас с вами первые впечатления об этой косметике. Огромная у них есть линейка как ухода за лицом и, конечно же, ухода за телом. Сегодня я расскажу про уход за лицом. Опять же, то есть это будет только малая часть того, что у них имеется в компании. И начнем мы, пожалуй, давайте с очищения. У нас с вами будет очищающая простая пенка. Давайте сочетаю вам компоненты, которые есть в этой косметике. Экстракт, толокнянки, шелковицы, корня, петрушки, тысячелистника, лимона, ромашки, миоцинамиды. Вы представляете, какая красота. Пенка очень нежная. В этой косметике нету обдушек и масел именно для лица. Потому что в косметике для тела у них есть массажные масла для тела. Значит, пенка очень нежная, воздушная, прекрасно очищает. Она будет успокаивать кожу, увлажнять ее и уменьшать покраснение. Видите, как она быстро вспенивается. Также есть пенка для комбинированной и проблемной кожи против воспалений. Она будет также удалять макияж. Точнее, она будет просто после... Она будет смывать гидрофильное масло, ну, как и все пенки. Потому что, я думаю, макияж, эти средства, ну, просто не справятся. Да, если он особенно стойкий. Давайте расскажу, что же входит в этот состав. Экстракт калины, куркумы, крапивы, череды, корни лопуха, миоцинамиды. Также есть немножко салицилы кислоты. Значит, пенка также ничем абсолютно не пахнет, дорогие друзья. Прекрасно вспенивается. Очень нежная, очень мягкая. Она будет выравнивать тон кожи и уменьшать воспаление, и уменьшать покраснение, дорогие друзья. Есть, значит, линейка Акнефри. Есть крема, есть маски. Это действительно хороший, базовый, профессиональный продукт. Если вы хотите побороться с какими-то проблемами на лице, то эта пенка будет для вас. Если вы хотите иметь просто базовую пенку, да, то обратите на простую очищающую пенку, которая будет выравнивать тон кожу, увлажнять ее и не пересушивать, что самое главное для любой кожи абсолютно. Ну, а как мы с вами, значит, очистили кожу от макияжа, теперь мы должны с вами восстановить наш PH, баланс кожи. И вашему вниманию представляю тоники. Тоники. Значит, самый их большой плюс, что они, их не надо никуда там выливать, ни на какой диск, а сразу мы делаем вот так. То есть удобно нанесли на лицо. Очень все гигиенично. Это лишь малая часть тоников, которые представлены у компании. Есть тоники с розовой водой, есть тоники после пилингов, есть тоники для супер проблемной кожи, для сухой кожи. Огромнейшая линейка. Я вам покажу простой увлажняющий тоник, да, который также будет выравнивать кожу, восстанавливать ее PH-баланс. Значит, давайте расскажу, что входит в состав. Алоэ вера, ламинами, гионом-кислота, витамин. Тоник будет возвращать тонус кожи, увлажнять ее и выравнивать. В тонике для комбинированной кожи содержится алоэ вера, который будет убирать покраснение, воспаление и выравнивать, естественно, тон кожи. Что будет в состав этого тоника? Экстрат шалфея, тысячелистника, корень лопуха, листья, березы, еще гидролат мяты. Но, кстати, мятой он не пахнет, я могу вам сказать. Нет, все очень пахнет нежно, приятно. Я бы назвал, это пахнет аптекой, либо именно так пахнет профессиональная косметика. То есть, никак, либо каким-то невероятным составом, дорогие друзья. Поэтому мой выбор бы упал именно на простой увлажняющий тоник. Но если вы страдаете какими-то воспалениями на лице, да, и кожа вам часто делает фейерверки, да, то возьмите тоник для жирной и проблемной кожи. Поскольку он, опять же, будет успокаивать ее, убирать покраснение, подсушивать, сужать поры. Но если просто на каждый день увлажнять кожу, пожалуйста, простой базовый увлажняющий тоник, дорогие друзья. После того, как мы с вами, значит, все это увлажнили, давайте придем к кремам. Я вам покажу сейчас базовые крема. У меня они есть. Точнее, у меня есть крем лифтинг для комбинированной кожи. Перед вами крем дневной для сухой кожи и также крем для жирной кожи. У меня, повторюсь, крем для комбинированной кожи с лифтинг-эффектом. Есть SPF 20. Не в каждой косметике в обычных кремах есть SPF. Крема достаточно жиденький, то есть они не покрывают лицо пленкой, они не забивают поры, ни в коем случае. Я покажу. Вот этот крем для комбинированной кожи, это для жирной. Они выравнивают тон кожи. Лично мой крем для комбинированной кожи с лифтинг-эффектом, он выравнивает тон кожи, он действительно подтягивает, он убирает каким-то чудом отек, он не забивается в поры, на него прекрасно ложится любая косметика. Смотрите. Они достаточно приятные. Знаете, эффект молочка, наверное, скажем так. Они выравнивают тон кожи. Они подходят, в принципе, я бы назвал бы даже для любого типа кожи, потому что я думал, что крем для сухой кожи, он будет более плотнее. Но нет, как вы видите, он такой же, немножко жиденький. Поэтому я бы его взял бы и для комбинированной кожи на вечер, например. Но на вечер у них есть специальный крем для любого типа кожи, уже ночной крем, который убирает покраснение, воспаление. Вот он уже более плотнее, если вы видите, но не жирный, не масляный. В этой косметике не содержится масел, что является большим плюсом для комбинированной кожи и, конечно же, для кожи жирной. Значит, крем равномерно распределяется. Опять же, он очень нежный, мягкий. Ночной крем достаточно быстро впитывается, выравнивает тон кожи. Но поскольку у меня его нет, я больше его сказать не могу. Но, по первым ощущениям, очень приятный крем, который не создает пленку на руке. Соответственно, он не будет создавать пленку вам ночью, то есть не будет парникового эффекта, как у многих ночных кремов. Обратите на это внимание. Конечно же, сейчас покажу вам невероятную линейку. Дальше это увлажняющая, очень красивая. Посмотрите, ну, красивая же, да? Увлажняющий крем 4D филлер. Это уже линейка для более возрастной кожи. Крем будет чуть-чуть плотнее, но, опять же, не будет создавать эффект липкости и длина на лице. Он выравнивает кожу, подтягивает ее, увлажняет ее. Скорее всего, покраснение он не уберет, но тон кожи он выровнят. Так что я все время не убрал. Но, кстати, вот этот крем мне очень понравился. Поскольку он более плотный, нежели, что мы сейчас с вами смотрели, дневной для комбинированной кожи и для сухой, вот этот крем очень плотненький. И вот мне он понравился, вот по первым ощущениям, именно из-за его текстуры, что он хорошо сильно выравнивает, как бы подтягивает и разглаживает кожу. Честно, вот этот крем мне сейчас очень понравился, дорогие друзья. Поэтому я вот на него обращу свое внимание, присмотрюсь к нему, протестирую. Ну, в общем, вот этот крем сейчас мне очень даже понравился, дорогие друзья. Также в этой линейке есть SPF-защита. Есть 30 и есть 50. Также есть CC-крем, также с SPF-защитой. Вот так она у нас с вами выглядит. Давайте мы нанесем. Но она именно будет белая, то есть, когда вы ее нанесете, она будет чуть-чуть, наверное, выбеливать кожу. Ну, кстати, вот именно теперь соцзащитный крем, он пахнет, либо мне уже кажется, чем-то сладеньким, дорогие друзья. То ли конфетками какими-то, то ли жвачкой. Но, честно, вот он чуть-чуть, мне кажется, он выбелил кожу руки, на самом деле. Ну, мне кажется, не знаю. Если да, то напишите в комментариях, дорогие друзья. Так, и сейчас я вам покажу еще, значит, BB-крем. У бренда есть 3 BB-крема. Нейтральный, прозрачный, 0,2 и 0,3 оттенок. Мы с вами рассмотрим 0,2 и 0,3 оттенок. К сожалению, на упаковках не указан оттенок, дорогие друзья. Его там просто нету. Но один оттенок, как вы видите, с желтым подтоном, а второй, как я люблю, с таким нежным персиковым подтоном. Я, естественно, бы выбрал себе с персиковым подтоном или же прозрачный нейтральный. Здесь также есть SPF 20. С этой стороны у нас с вами был розовый подтон, с этой желтый. Я думаю, желтый подтон виден розовенький. Прекрасно выровнял кожу. Да, покраснений какие-то не перекрыл, но это и не тональный крем. Но мне нравится именно с розовым подтоном, потому что у нее просто подходит больше всего. Желтый, ну, не мой оттенок, конечно, но тоже неплохой. И давайте сейчас я продемонстрирую, как пенка может очистить BB-крем. Я думаю, мы с вами возьмем очищающую простую или для... Давайте возьмем для проблемной кожи. Наносим. И перейдем с вами потом быстренько к пару маскам. Давайте я чуть-чуть оставлю пенку на руке, чтобы пенка растворила немножко кожу. Кстати, вся эта косметика делается на термальной воде, которая добывается в Ставропольском. Край, дорогие друзья. Так что эта косметика с невероятной историей и продукцией, которая производилась непосредственно на территории нашей с вами страны. Линейка масок для лица, для жирной проблемной кожи, склонной к акне, обычно увлажняющая гелевая маска, маска лифтинг эффект, выравнивающий тон кожи, маска после пилингов, и не только, дорогие друзья. Сейчас покажу вам маску увлажняющую. Она, кстати, классическая в плане того, что она гелевая и прозрачная, дорогие друзья. Я бы наносил бы такую маску вечером, например, на ночь. Я оставлял бы ее даже не смывать. У себя многие такие маски, которые простые и увлажняющие, я их никогда практически не смываю. Маска, опять же, очень легкая, прекрасно распределяется, не оставляет никакой липкости на лице, точнее, на руке. Прекрасно впитывается, кожа гладкая и очень нежная. Ну, а мы с вами сейчас давайте проверим, как... Кстати, я уже вижу даже, как пенка немножко из белой превратилась в такую немножко коричневую. Давайте возьмем салфеточку и протрем кожу. Дорогие друзья, это чудо. Реально она удаляет макияж. Вы посмотрите. Вот это кайф. Правда, пенка все-таки удаляет макияж. Беру свои слова назад. Действительно, вы посмотрите. Она удалила макияж, дорогие друзья. Вот это кайф. Так, походу, я возьму эту пенку, дорогие друзья, потому что она мне очень и очень приглянулась. Действительно, она удалила. Вы посмотрите. И вот, что осталось на салфетке, дорогие друзья. BB-крем снял потрясающе. Так что я все-таки ее, скорее всего, сейчас возьму и буду тестировать дома, смоет ли она тяжелый макияж, брови, тушь и так далее. Будем проверять, дорогие друзья. Я обязательно вам расскажу. Дорогие друзья, продукцию герцина, как уход за телом, так и уход за лицом, можно приобрести в Петербурге, в бутике Монплизи. И все адреса и все ссылочки оставлю внизу. Но я хочу провести еще один эксперимент. Я взял BB-крема, который мы с вами уже протестировали. Я ее сейчас смешаю, нанесу на руку и посмотрю, как с макияжем справится очищающая пенка. Уже простая для увлажнения кожи. Сейчас это все впитается, выровняет нам всю кожу, сольется с ней непосредственно и будем тестировать, дорогие друзья. Ну а пока расскажу, чтобы я порекомендовал вам для знакомства с этим бреком. Опять же, непосредственно. Это пенки для умывания, поскольку они очень бюджетные. Увлажняющая простая пенка и для проблемной кожи. Конечно же, тоник. Их большая линейка. Вы можете прийти, познакомиться. Вам все дадут протестировать. Но я бы взял простой увлажняющий тоник. Из кремов для лица, конечно же, я сейчас тестирую ультралифтинг. Для комбинированной кожи он мне нравится. Обратите на него свое внимание. Из таких кремов я бы взял, конечно, ночной крем. Я бы с ним познакомился. 4D филлер, потому что мне понравилась текстура. Она чуть-чуть плотнее, чем предыдущие крема. Поэтому себе бы я бы и рекомендовал бы вам взять именно вот этот крем непосредственно. Маски уже кому как удобно. У меня масок много, поэтому даже не знаю, с чего начать свое знакомство. BB крема также я бы присмотрелся к оттенку номер 2, поскольку он для меня розовенький. Вот. А может быть даже и нейтральный. Друзья, сейчас я к вам вернусь, когда закончу тестирование BB крема и пенки для умывания, которая смывает макияж, дорогие друзья. Так, ну что, прошло уже где-то около 20 минут. Крем у нас с вами выровнял руку, и мы наносим с вами обычную пенку. Нанесли. Объемненько так. Я уже вижу, что... Обалдеть. Она просто берет и растворяет. Вы посмотрите. Видите? Афиг. Обалдеть. Так. Опа, опа. Пенка просто съедает макияж. Она просто разъедает BB крем. Вы посмотрите, друзья. Вау. Честно, просто я никогда не верил в то, что пенка может как-то действительно вытягивать макияж, смывать его, да. А тут прям... Круто, дорогие друзья. Вот такая пенка стала немножко грязненькая. Берем с вами, нашу с вами, салфеточку. Уже чистой стороной. И давайте я это сейчас сниму. Вау. Дорогие друзья, это круто. Очень на самом деле приятно и гордишься за свое производство в стране, да, что есть невероятные компании, которые производят шикарную косметику, которая может побороться с любыми европейскими и другими заграничными брендами, как профессиональными, так и постлюксовыми или даже масс-маркетом. И это... Это внушает гордость. И действительно, это очень круто, что наши производители могут делать невероятную косметику для любого потребителя, для нас с вами. И это действительно очень круто, что на сегодняшний день есть компании, которые могут конкурировать с любыми европейскими огромнейшими конгломератами, которые есть сегодня на рынке. Дорогие друзья, поэтому обратите на меня, пожалуйста, свое внимание. Переходите по ссылочкам внизу, познакомьтесь с ним поближе. Если вы из Петербурга, приезжайте в бутик Мон-Плизир, метро Петроградская, вы познакомитесь поближе, вам все это протестировать продукт, чем он уникален, дорогие друзья. Так что вам покажут, правда говорю, намного больше, чем я сегодня показал в виде, дорогие друзья. Ну что, на этом, наверное, все. Это была всего лишь маленькая часть косметики, ухода за лицом из просто невероятной космической коллекции у этого бренда. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. И мы с вами увидимся скоро в новых роликах. Всем пока-пока и до скорой встречи.